МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, так шоу, пусть говорят. В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. В жизни Людмилы Моисеевой было всё. Успешный бизнес, красивый загородный дом, 10-летняя дочь Ксюша и безупречная внешность. Это же жутко. Так нельзя. Люди не несут никакой ответственности, вообще никакой. Вот что стало с Людмилой после пластики живота, которую проводил один из самых именитых пластических хирургов в стране. В ходе липосакции в брюшной полосе женщины образовалась незаживающая рана размером с ладонь. Любимица миллионов зрителей Татьяна Догилева. Актриса, которую с формулировкой не сценичность не взяли в цирковое училище, сделала своё неправильное лицо своей визитной карточкой. Здрасте. Господи, боже мой, какой подарок. Успешная карьера актрисы неожиданно оборвалась после того, как по совету подруги Татьяна Догилева сделала пластическую операцию. И нет проблем. Почему же люди, которые прибегают к услугам пластических хирургов, всё чаще приобретают незаживающие проблемы вместо совершенных форм. Добрый вечер. Пластическая операция была новогодним подарком для нашей первой героини накануне 2007 года. Она хотела сделать себе животик, чтобы порадовать себя любимую, но чем это обернулось, сегодня она расскажет сама. Людмила Витальевна Моисеева. Добрый вечер. Добрый. Во-первых, хочу поблагодарить вас за откровенность, потому что большинство женщин, кто что-то делал, чаще всего скрывают и говорят, что это кефирная диета. Почему вы решили сделать пластическую операцию? Совершенству нет предела. Хотелось красивее быть, маленький ребёнок, устроить свою личную жизнь. Как вы выбирали клинику и хирурга? А никак. Я взяла журнал, я обзвонила много-много клиник и выбрала самого дорогого профессора. Я почему-то думала, чем дороже, тем будет лучше. Это было сразу несколько процедур? Да, я когда к нему пришла, я сказала, что Александр Иванович, я хотела бы сделать пластику животика. Он говорит, так мы можем ещё и лепосакцию сделать, вот так, вот так, вот так. Я говорю, а это можно? Он говорит, конечно, можно, всё будет замечательно. Он мне показал даже вот так. Ну раз, муа, значит я и пришла. То есть за этим муа не было никакой опасности и он не предупреждал, что могут быть какие-то... Нет, абсолютно. Он сказал, всё будет замечательно и удивительно. Что произошло потом? Значит, 12 декабря он меня прооперировал. Хотя он мне обещал, что он меня будет смотреть ежедневно, что он будет просто около меня стоять. Ни разу он около меня не появился. Значит, они меня выписали. Я ездила каждый день на перевязки. За вот это время, до Нового года, они пять раз откачивали у меня серозную жидкость. И давайте только ещё раз, я хочу, чтобы вот... Я слышал, как здесь некоторые женщины прямо выкрикнули в зале, вот на этот ужас, вот это муа, превращается вот в это, да? Так оно и сейчас так же. Почти так же. И так вас выписывают, и что говорят, что это нормально? Нет, ну так, как бы оно было всё зашито, вот как бы вот швы, вот дырок этих не было, оно было всё зашито. Дырки эти появились уже потом. Я хожу, говорю, что я плохо себя чувствую, у меня недомогание, у меня температура. Мне говорят, ничего страшного, всё нормально, всё отлично. А там как бы нянечка, которая, я же хожу, плачу, переживаю, она говорит, что ты плачешь? Она ходила, вот там вообще грудь, это, уже отгнила. А у тебя живот всё заживёт. Вот. И тут наступает у нас Новый год. У меня температура 39,8. Звоню в клинику, мне говорят, приезжайте, быстро приезжайте. Я приехала. И началось вот это, самое ужасное. Меня повели почему-то на УЗИ. И вы знаете, какой мне поставили диагноз? Пиелонефрит. А я говорю, при чём здесь пиелонефрит? У меня шов уже разошёлся и гной льёт. Они говорят, мы лучше знаем. Мне делают, значит, анализ эпоцита. И мне говорят, как бы, срочно надо оперировать. Поставили диагноз такой, некроз тканей. Там уже скопилась жидкость, живот был такой багрово-сизого цвета. И вот швы уже так все набухли, вот так вот, совсем набухли. На следующий день, там к вечеру меня прооперировали, когда сошла интенсикация. Вот. Там было полтора литра гноя вот здесь вот. Ну, совсем было нехорошо. Месяц я лежала никакая. За этот месяц мне делают пять раз антибиотики колят, потому что температура 40. И знаете, я без приукрашений хочу сказать, что я же не понимала, почему они меня не зашивают. Они мне всё это распороли, вот такая дырка, и ничего не зашивают. Я говорю, а чего вы меня не зашиваете? А врач мне говорит, одели перчатку, как в руках, не маленькая. Говорит, вот засуньте туда руку. У меня вся ладошка вот туда вошла. Вы представляете, какой был гнойный карман с левой стороны? Вся вот туда ладошка зашла, то есть как бы, и зашивать, они сказали нельзя, потому что должно всё в процессе заживления, потому что там не было грануляции, потому что, ну, то есть это в доктора знают, как правильно сказать. Значит, когда я приехала, после больницы, приехала к нему в клинику, я попросила, говорю, Александр Иванович, вы знаете, я очень много перестрадала, я хотела бы, чтобы вы мне дали денег миллион, для того, чтобы мне надо было лечиться. Потому что я в клинике заплатила 364 тысячи, а в больнице, где я лежала месяц, 70 тысяч. Говорит, не-не-не-не, у меня таких денег нет, что хотите, то и делайте. Я говорю, Александр Иванович, вы мне обещали, что вы будете как-то мной заниматься. Вот про деньги я говорить не хочу, приезжай ко мне завтра, мы с тобой поговорим. Значит, ой, на следующий день приехала я туда сама, и Александр Иванович меня встретил, ой, Людька, проходи. Проводил меня в операционную, положил меня, я лежу. Ну, то есть, все как бы раскрыто, все заходит, два молодых человека, таких, больших, и говорят, так, ты здесь что делаешь? Я говорю, Александр Иванович, я жду, а вы что, говорю, здесь делаете, без бахил, без халатов, без... Он говорит, так, встала и вали отсюда, иначе мы тебя сейчас выкинем с пятого этажа. В общем, они сказали, ты здесь скандалишь, ты тут плачешь, ты распугаешь всех клиентов, уходи отсюда. Все, больше я в эту клинику не ногой. Меня встал наблюдать Аксенов и Бахян, хирург. Вот, и мне они посоветовали замечательного доктора, который со мной 9 месяцев, как бы, нюнкалась, и вот эта рана у меня не заживала до конца августа. То есть, она меня прооперировала, это Карпова, Елена Ивановна, низкий ей поклон, это замечательный хирург, ответственный. Понимаете, вот мне надо было все эти 9 месяцев утром заезжать на работу, потом ехать в клинику, в АО «Медицина», делать какие-то процедуры, потом мне надо было ехать на перевязки к Елене Ивановне, потому что за эти 9 месяцев Елена Ивановна меня вскрывала, мой животик, еще 8 раз, 8 раз. Из них было 2 операции, многочасовых, под общим наркозом. Александра, вы считаете, врач поступил корректно в данном? Я понимаю, что все могут совершать ошибки, но приводить каких-то мандитов на разборки к женщине? Да нет, но врач вообще полная дрянь, там вообще с ним разговаривать даже о нем не стоит. Меня другое, меня другое поразило в этой истории, вот женщине далеко не 20 лет, наверное, имеет высшее образование, она уже в достаточно серьезном возрасте решилась сделать липоксацию, неужели нельзя было перелопатить весь интернет, узнать, сколько лет практика у этого врача? Друзья мои, это была не липоксация, давайте вот... Да, где он сидит, и я вообще не понимаю, выбрать самого дорогого пластического хирурга, и пойти, что за глупость? Есть очень много пластических хирургов, которые не берут таких огромных денег и прекрасно работают. Но я знаю, что все-таки судьба была не только жестока с вами в эти последние два года, потому что в вашей жизни появился мужчина, который вас поддерживает, и который полюбил вас, несмотря вот на эту там зияющую рану. Давайте пригласим его в нашу студию. Игорь Домин. Встречаем его. Добрый вечер. Игорь, как вы познакомились с Людмилой? Чисто случайно. Это произошло в магазине, и я увидел очень красивую, эффектную женщину. Я предложил ей свою помощь. Ну и богатую вам повезло, что-таки тоже немаловажно в наше время. Да он и сам не бедный. Но когда Людмила открыла вам вот тайну, что ее изуродовали хирурги? Конечно, возмущения моему не было предела. что врач не может это искусство и стать ремесленником он не имеет права. Но в данный момент я убедился как раз вот, ну как вот говорят, замастерился человек, получил звание, получил должность, имеет клинику и проявляет такое неуважение к своим клиентам. вот это, конечно, меня очень сильно возмущает. А насчет болезни, я думаю, мы ее победим вместе. Игорь, а как вы относитесь к тому, что женщины, вот, чтобы нравиться, идут на то, чтобы делать пластические операции? Ну, всегда, во все годы и во всех странах было стремление женщин и мужчин быть красивыми. и всегда это делалось и будет делаться. И здесь не секрет, движется наука вперед, другие технологии медицинские открываются. Я за то, чтобы это делалось правильно, на основе научных знаний, на основе каких-то государственных, может быть, гарантий. Хочу вам напомнить историю вице-мисс России 1999 года Кати Суминой, которая после липосакции впала в кому, да, это было в 2003 году. И буквально перед записью этой программы мы позвонили родителям Кате, чтобы узнать, как она себя чувствует. Катя по-прежнему в коме, а хирург, который сделал эту операцию и который был осужден условно, сейчас переехал в Москву и работает в одной из центральных клиник в центре столицы, уже под другим именем. Так что, уважаемые женщины, будьте внимательны. Давайте мы сейчас перейдемся на короткую рекламную паузу, а далее в нашей программе. Любимица миллионов народная артистка России Татьяна Догилева впервые в телевизионном интервью рассказывает о своей классической операции. В эфире программа «Пусть говорят». Народная артистка России, любимица миллионов зрителей Татьяна Догилева, актриса, которую с формулировкой «не сценичность», не взяли в цирковое училище, сделала свое неправильное лицо своей визитной карточкой. Здравствуйте! Господи, боже мой, такой подарок! Успешная карьера актрисы неожиданно оборвалась после того, как по совету подруги Татьяна Догилева сделала пластическую операцию. И нет проблем. Почему люди, которые прибегают к услугам пластических хирургов, все чаще приобретают незаживающие проблемы вместо совершенных форм? Сегодня народная артистка России, несравненная блондинка за углом, пловчиха Светка из Покровских ворот и Лида из «Забытой мелодии для флейты» Татьяна Догилева гостья нашей программы. Впервые на телевидении она открыто говорит о своей пластической операции. АПЛОДИСМЕНТОР Я хочу выразить огромное сочувствие Людмиле и пожелать вам мужества. Я смотрела в ужасе на эту вашу историю. я понимаю, это действительно настоящая трагедия, это ад, это боль дикая. Это правда больно, очень больно. Да, и вот все мое сочувствие женское примите. Спасибо. Татьяна, огромное вам спасибо, что вы сегодня готовы вместе с нами откровенно об этом говорить. Я знаю, что долгие годы Ильдар Лизанов и другие режиссеры говорили, что у вас тяжелое лицо, сделайте что-нибудь с гримом. Вот в какую секунду вы пришли к выводу, что нужно что-то себе поменять? У меня действительно очень тяжелое лицо для кинематографа. У меня были припухшие глаза, большие щеки. Оно тяжелое, это естественно. Но как-то вот потихоньку, когда к моему лицу привыкли, я стала очень много сниматься. И все мои фильмы, вот они были с тяжелым лицом как раз. Но, как говорится, шли годы, да, и у меня на лице появилось очень много лишней кожи, которая меня дико стала раздражать. Вот я смотрела на себя в зеркало, и у меня всегда было плохое настроение, потому что мне не нравилось никак изображение в этом зеркале. И последней каплей было то, что играю в спектакль другой, молоденькая, совершенно актриса, очень хорошая, смотрит на меня и говорит, ты видишь что-нибудь во мне? Я говорю, я вижу только, что ты хорошо выглядишь. Она говорит, я грыжи вырезала. Я говорю, ой, как здорово, я тоже хочу. Она говорит, запросто, сейчас как раз хирурги на спектакле. Приводят таких симпатичных людей ко мне. Я говорю, я хочу, как у Кати. Они говорят, да завтра. А до этого я спросила у Кати, а ты долго страдала и мучилась? Она говорит, Таня, я на пятый день уже репетировала. Это полная ерунда и фигня глазки подрезать. И я так и подумала, что это как маникюр. И я радостно им говорю, я тоже хочу. Он говорит, да хоть завтра приезжай. Я вот так завтра и приехала. Он посмотрел на меня, очень симпатичный, вообще прекрасный. И говорит, ну сначала надо подтянуть лицо, потому что глаза по-другому сядут. Я говорю, а это дольше? Спросила я. Он говорит, ну дня на три. И я подумала, да правда ерунда какая, чего там, три дня и все. И поехала. Поехала, нисколько не сомневалась, елки-палки. Значит, сделали укол. Очнулась я, как после войны. Я была вся в круговой повязке, вот, бинтами, вся в крови, вот тут вот, а лица не было вообще. И его такой отек, ни носа не было, ни губ, ни глаз, ничего. вот такой. И вот, и у меня было ощущение, что я после войны, после какого-то боя, раненая. Практически сняли скальп, понимаете? Я думала, как это маникюр, а это отрезали пол головы. И везде были швы. Да, но я как-то не расстроилась. Когда сняли? Когда сняли? Когда все сняли? Я не расстроилась. А я уже видела, что я расплывчатая, и отек этот не сходил ужасно долго. Я 4 дня там пролежала, и они ко мне относились очень нежно и трепетно. Я им очень всем благодарна. И потом они меня выпустили. Я приехала домой все равно вот в этих повязках вся. И это очень трудно, это больно, это неудобно. Можно спать только на спине, потому что... Но это не 3 дня все-таки, да, мы должны сказать? Ой, это очень долго. Это очень долго. Я не могла никуда появляться. Здесь засохшая кровь везде. Мыться-то нельзя, понимаете? А вот тут у меня вообще были швы, тут какие-то незаметные, а тут обыкновенные швы, зашитые синей леской, завязанные на бантике. Вот так вот я ходил, потом отек стал спадать, и началась дикая шиметрия. Потому что сначала одну ведь сторону разрезают, а потом другую. И она ведь его заживает, и я встала на один бок. И когда я встала вот так вот на бок-то, очень муж забеспокоился, и он говорил, Таня, вот так и останется? Я говорю, не знаю. Я говорю, я первый раз делаю пластическую операцию. Звоним врачу, узнай. Я говорю, а как ты себе представляешь? Вот я ему звоню и говорю, у меня рот на бок, так и останется? Как ты думаешь, что он мне ответит? И он вспомнил дико смешную историю со своей бабушкой. Они жили в Ташкенте, и бабушке сделали операцию на глаза. И хирург, когда делал, задел ей какой-то нерв или мышцу, и она стала косить. И, значит, она ему говорила там, когда встречались, ну что же ты наделал? А он говорит, Аллахом клянусь, так и было. И у нас долго шло вот под этим, Аллахом клянусь. Что ответил доктор вашему мужу? Мы ему не звонили, вот, а потом уже время-то шло, мне уже надо ехать на гастроли, и я не могу ехать с бантиками. С синими, большие бантики синие. И я ему говорю, Леш, ты мне хоть бантики отрежь. Он приехал, отрезал бантики, и остались усики. И я говорю артисту, который там меня обнимает еще, я говорю, у меня тут усики. АПЛОДИСМЕНТЫ Не удивись, когда меня обнимать будешь. Вот. Так что мне очень неудобно, что вот тут такие трагические истории, а у меня все только смешное с этим связано. Понимаете? Ну, если бы первое время, когда вы стали выходить, я помню, когда вся Москва обсуждала и говорила, а это точно Догилева? Ага. Никто не узнавал. Даже самые знакомые люди часто так вот смотрели долго, и я представляла, сразу я убирала все, уже, чтобы людей-то не мучить, и я сразу говорила, «Здравствуйте, я Таня Догилева». И до того я к этому привыкла, чтобы просто не ставить народ в неловкое положение. Иду по мосфильму и встречаю Владимира Яковлевича Мотыля, у которого я снималась в большой роли, жил-был Шишлов. А Владимир Яковлевич, он такой человек задумчивый, такой у него что-то. Он идет, я говорю, «Здравствуйте». И он так на меня смотрит, и я пыдорце, я говорю, «Я Таня Догилева». А он у меня смотрит и говорит, «А ты думаешь, я совсем уже в морозе?» Вот. И многим не нравилось, потому что у меня очень изменилось лицо. Очень изменилось. Ну, вам-то с тобой нравилось? А мне нравилось. Походила с одним лицом, теперь с другим похожу. Ну, вот вы сегодня с высоты уже пройденных экспериментов. Что скажете вот женщинам, которые думают, делать или не делать? Конечно, вот теперь очень страшно это все делать. Очень страшно. Но я знаю, что все равно будут делать. Будут. Потому что... Ну, вот женщине надо, чтобы она выглядела так, как ей хочется. иначе жизнь не в жизнь. Понимаешь, Андрюш? Александр, ну, может быть, главная мысль, что не нужно создавать мифы вокруг операции, говорить, что это три дня и легко, чтобы все понимали, что это больно, что это долго. Это надо обязательно понимать. Это очень тяжелая, это очень сложная и очень больная операция. Надо показывать часть вот этой снимки, которую мы сейчас видели, чтобы женщины не делали это вообще. Но вы не подумали сделать липосаксию живота? Я? Да вы что? Я красив и так. Зачем мне это надо? Как говорит мой приятель, красив в строю, хорош в постели. Все, я сейчас не знаю. Александра, ну, если мы так сегодня все откровенно здесь говорим, кто что делал, сколько операций на вашем счету? Более десяти. И все у одного доктора или это разные хирурги? Нет. Дело в том, что первую операцию я сделала более 30 лет назад, когда пластики вообще не существовало. Это был единственный институт на Калининском проспекте. У меня был такой большой еврейский нос, который задевал за все углы. Я просто не могла с ним ни ходить, ни жить, ни существовать. Он меня настолько раздражал. И меня это просто доконало. И моя мама, она всегда говорила, что дело не в носе, дело не в внешности, дело в душе. Не нужно тебе ничего делать этого. И когда они как-то уехали в Крым, я побежала в институт на Калининский проспект. Я до сих пор, вот прошло почти 30 лет, я этот кошмар не могу забыть. Я, когда пришла в эту клинику, пришла девочка такая маленькая, 45 килограмм весила. У меня, по-моему, нос больше весил, чем я сама. Сняли ботиночки с меня, положили меня под простыночку, дырочку такую для носика сделали, и два укола в нос сделали, и давай долбить по носу. Шмелев такой был, долбил, царство ему небесное. Отдолбил он мне этот вот нос, и все, вставайте, деточка, можете ехать домой. И вы представляете, и я, что-то 17 лет мне, что ли, было, голова кружится, все раздолблено, глаз нет, ничего. Они у меня, иди, иди, иди. И я пошла, вышла, Калининский проспект, машина, значит, много народу. Как я не упала, как я не расшиблась, я вообще не умерла, я вообще не понимаю. Это был какой-то ужас. Прошло еще 10 лет, и я подумала, что, наверное, пластика-то шагнула хоть там на полшага вперед. Я пошла в институт красоты, сделал мне там главный врач в том времени, царство ему небесное, тоже. Как вы с ними разделались? Все участники трагедии умерли. Тоже сделал он мне. Прошло 2 или 3 года, и мне начали говорить, Александр, ну что у тебя на носу какая-то вот то ли прыщ, то ли горб, то ли что. Оказывается, у меня выскочил подкозыжный мозоль. Вот, так вот он мне сделал операцию. И тут я уже решила, доколе эти вообще врачи будут над нами издеваться. И я так серьезно взялась за это дело. Я создала фирму, которая конкретно собирала значит, сведения. Сейчас она у меня уже на таком уровне, что я точно знаю практически всех пластических хирург, кто делает хорошо, кто делает плохо, кто уродует конкретно люди. То есть вы как агент врачей, или вы как агент пациентов? Нет пациентов. Я за пациентов. Только за пациентов, чтобы их не изуродовало. Давайте мы сейчас премьемся на короткую рекламную паузу. Сразу после этого история Милены Ковалевской. Она поразит вас. Говорят, сегодня мы говорим о том, как стремление к совершенным формам приводит к роковым результатам и становится незаживающей раной. Милена Ковалевская стремилась к совершенству всегда и во всем. Журфак МГУ, бизнес-школы МБА, венчание на острове Родес, элитный колледж для детей и дом, точная копия знаменитого шахтелевского особняка. То, что ее нету просто, это безумие. Да и планы у нас были, и про третьего ребенка мы говорили. Она собиралась с семьей в отпуск и тут вдруг решила подтянуть живот хваленым безоперационным способом. Она успела пройти три процедуры. Четвертая стала для нее роковой. Сегодня супруг Милены Олег в нашей студии. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, наши соболезнования. Почему такая симпатичная современная женщина, да, решила пойти на операцию и советовалась ли она с вами? Ну, она всегда сама свои решения принимала, абсолютно самостоятельный человек был. Не знаю. Нет ответа. Не увлекалась она этими вещами, следила за собой, но не более того. Давайте все-таки заглянем в ваш дом, чтобы понять, как вы жили, какой была Милена. Этот дом построила она сама. У нас семья как бы равноправная была, она бизнес вела свой, у меня свое дело есть. Этот дом была ее, ну, как бы, мечта. Мы там же живем уже 8 лет, но достроили фактически только в этом году. То есть все, что она там делала, это вот она так представляла. Ну, то есть в готовом, уже законченном ремонте она не успела? Нет. К сожалению. Она как-то выбирала специалистов? По какому принципу проходил отбор, я имею в виду, специалистов в пластической хирургии? Без понятия. Вот для меня ее вот эти вот решения абсолютно вот. Я знаю, что она решила сделать какие-то простые операции достаточно. То есть абсолютно не боялась этого. Ну, то есть на уровне зубного врача. И вы узнали о трагедии когда? Когда приехали в клинику? Ну, они отзвонили, да, предложили приехать, не объясняя причин, но в общем-то я человек разумный. Я в общем понял, что-то случилось, просто не ожидал, что... что так серьезно. Милина была в коме или... Нет. Быстро умерла. Остановилась дыханием, как сказали врачи, но следствие как бы идет, дело уголовное не возбуждено до сих пор, а уже прошло там сколько, больше трех недель. Поэтому подробности никто не знает, кроме врача, который был рядом, ну и слов, которые они говорят. А что они говорят? Они ничего не говорят, не знаем причину. Я знаю, что ваш друг Анатолий взял на себя функции адвоката. Куда вы обратились и каковы результаты на текущий момент? Следственное дело округа обратились с заявлением о возбуждении дела. Это случилось с 5 числа спустя 10 дней. По сегодняшний день дело не возбуждено. Для меня был бесспорный факт виновности врача. Милена пришла на пятую процедуру. Четыре процедуры были аналогичные. Был сделан укол, чтобы человека расслабить, успокоить. Когда стало плохо, значит, переместили с комнатки в другую комнату, но видим, видим операционную. Положили на матрас, открыли окна, стали производить действия, массаж сердца и прочее. Но при этом было сказано, что там я ввел пальцы в гортань, и хирург говорит, а зачем это делать? Вы неправильно делали. Реанимационные мероприятия совершенно не были. Есть ли у клиники лицензия на анестезиологию и реаниматологию? Присутствует ли во время операции анестезиолог и реаниматолог? Имеется ли наркозно-дыхательное оборудование? Имеется ли банальные ларингоскопы, чтобы не пальцами интубировать больного в случае каких-то астматических явлений? Ну, за три недели, наверное, следствие должно было это установить, правильно? И тогда завести уголовное дело, если... Можно все и с этим? А? Можно, да? Да, конечно. Мне бы хотелось сейчас, если можно, вот немножко с другой стороны эту тему посмотреть. Что нужно изменить, чтобы этого не было? И первое у меня, как у законодателей, как у депутата, которые сюда пригласили для этого, возникает, давайте это узаконим и ужесточим. Но я вам приведу один пример. Относительно недавно, это другая тема, трансплантология. Там, где люди жить не могут, без того, чтобы им органы не пересадили. И помните, тогда было возбуждено уголовное дело, и нас это отбросило на десятилетие. Потому что у нас в России делают всего десяток этих операций. Нет доноров. Владимир, потому что врачи 37-й больницы, где это произошло, не пришли на телевидение и не объяснили свою позицию. Как врачи этой клиники, где все произошло. Три дня мы им звонили. Три дня они говорят, что вы хотите, у нас здесь каждый день все убирают. Идите отсюда. Если вы позволите. Вот это отношение врачей. Если у них там каждый день умирают, так давайте тогда скажем, что в этой больнице умирают каждый день. Куда не ходите? Есть одно но. Я хотел закончить с точки зрения закона. Либо мы ужесточаем. И второй пример. Мы недавно, дума, приняли закон, который освободил врачей от ответственности за ошибку средней тяжести. А почему мы это сделали? А потому что врач должен помогать, а не бояться. Помогать, а не бояться. Но это надо отсечь от того, что мы сегодня обсуждаем. То, что сегодня мы обсуждаем, это уже, извините, желание. А то, от чего мы освободили врачей, это жизнь человека. И он рискует, он берет на себя ответственность. Вот смотрите, в каком непростом положении мы оказались. И вы абсолютно правы. Пытаемся законом восполнить отсутствие морали. Совести нет. Понимаете? В чем проблема? Как можно обманывать людей и не говорить правду? Первое. Это что, нужно закон принимать? Второе. Вот вы сказали. Я думаю, что ответственности нет и не совести. Была бы ответственность, наверное, по-другому и на совесть посмотреть. Можно я тоже... Понимаете, потому что, например, Людмила, в отношении которой вы отменили статью как раз, она сейчас не может возбудить уголовное дело, потому что то неоказание помощи, которую он навредил, врач как бы, да, а вместо того, чтобы справить свои недостатки, он уже может этого не делать. У него вообще никакой ответственности нет. Она что-то не умерла, извините. Врача Людмила, надо посадить. Я хочу сказать, что я не совсем согласна с уважаемым депутатом. Я все на историях. Мне вот один известный доктор, я лечила спину, и он рассказывал, вот у меня такой есть прекрасный специалист, иглоукалыватель, у него какие-то свои специальные иголки, он так здорово помогает вот всем. И мы поехали, открыли кабинет в Испании. Я говорю, ну и как в Испании? А в Испании не пошло, потому что у них же очень все просто, нету результатов, сразу в суд. Понимаешь? И все понятно. А у нас он... Поэтому у них совесть лучше, потому что они это знают. Гражданский суд забит. Не надо совесть, сейчас нету этого понятия. Абсолютно. Давайте пригласим в студию маму Милены, маму Милены, Розу Леонидовну. Она, как мне сказали, знает, почему ее дочь решилась на пластику и послушаем ее версию всего, что произошло. Встречаем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Примите наше соболезнование. Скажите, вот ваша дочь переживала по поводу своей фигуры? Ну, моя дочь была, как видите, очень красивая, одаренная женщина, талантливая, которая к 40 годам сделала то, что люди делают к 80. То есть она построила дом, она обеспечила семью. Я не уверена, что это чисто врачебная ошибка. Мне кажется, что тут что-то глубже. Ну, что такое? Один укол, и все. Остановка сердца. Она двоих детей родила. Она крепкая дама. Странно. Странно. Для начала надо знать хотя бы медицинскую причину смерти, чтобы рассуждать о том, кто виноват, в чем виноват. Если это простая анафилоксия, то никто ни в чем не виноват, строго говоря. Анна Бастина в нашей студии пять лет назад. Ваша сестра тоже умерла в ходе операции по липосакции. Был суд. К какому решению пришел он? Ну, у нас был гражданский суд. Уголовное дело у нас так и не открыли. И мы выиграли гражданский суд. Есть на самом деле какое-то бешеное стечение обстоятельств. И опять же, уровень профессионализма хирурга. Потому что после того, как она сделала первую операцию, через две недели была вторая операция. Операции по липосакции через две недели нельзя делать, потому что падает иммунный статус у человека. После операции, когда она оказалась дома, начались боли, и хирург приехал к нам домой. И он ее стал реанимировать дома. Он не разглядел, что у нее случилось, она была заражена. Заражена была в операционной непосредственно. И он не смог различить, как он нам говорил, что это была аллергия, а на самом деле это уже начался сепсис. И была очень редко... Сколько вы добивались, извините, вот этого гражданского суда даже? Мы добивались пять лет. И какое решение? Мы выиграли суд. Мы подали иск на миллион рублей. И нам присудили 650 тысяч рублей. Морального? Да, морального. Уголовное дело мы так и не можем открыть. Нам два раза отказывали. У нас нет поддержки. Единственное, кто нас поддерживает, это вот лига пациентов, которые нас направляют и говорят, как действовать. А так это, конечно, очень тяжело. Ну так все-таки, может быть, действительно нам ввести тогда уголовную ответственность и ратовать за это? Значит, на самом деле истина лежит в том, что у нас нет административной ответственности врачей, прежде всего. Второе. Все, что мы сегодня обсуждаем, проблемы медицинской этики конфликтуют с частным капиталом. Для капитала что важно? Заработать любой ценой. А в медицине так нельзя. Понимаете? И это, на самом деле, практически очень плохо управляемая регулируемая ситуация, над которой государству надо думать специально, садиться и думать, как это решать. Ну, а с другой стороны, Ульяна, может быть, вся проблема в том, что у нас вот как такие широкие специалисты во всем нет узких врачей, как в том же Лос-Анджелесе? Да, кстати, эта практика, вот поскольку я побывала в Лос-Анджелесе, там вот очень узкая специализация. То есть, если человек делает носы, он не берется ни за что другое, и он доводит это до совершенства. И, кстати, вот в Лос-Анджелесе тоже там была, как раз когда мы были, была история, о которой говорили по всем каналам, по всему телевидению. Умерла мать, известная какой-то голливудской кинозвезды, тоже от липосакции. Это была прям какая-то вот национальная трагедия, обсуждалась ответственность доктора, что необходимо его лишить лайсенсы, что он никогда больше не будет практиковать медицину. Это, наверное, правильно, потому что там, если допущена халатность, это очень-очень серьезно и должно существовать, повторюсь, преступление и наказание. Андрей, ну а вы как считаете, действительно это как-то, может быть, дисциплинирует врачей? Я не думаю, что усиление уголовной ответственности как-то дисциплинирует пластических хирургов. К сожалению, вот история пластической хирургии пишется по таким-то негативным опытам. А те люди, которые прооперированы красиво, которые довольны своим результатом, они, ну, не так часто говорят об этом. А те единичные случаи, летальности, да, они есть, это медицина, мы не боги, есть анафилактические реакции, есть много других моментов. Пациент не умирает от скальпеля, пациент умирает от комплекса сложившихся факторов, от работы анестезиолога, опять же, от состояния больного. Это комплекс. Как говорит один наш пластический хирург, ну, может быть, немножечко цинично, но мы подписываем акт сдачи приемки работ только через год. Александр, если все-таки ваша точка зрения, программа уже заканчивается, какой вывод мы можем сделать? Нет, операцию нужно делать. Если человеку мешает это жить, нужно делать операцию обязательно. Но я уже говорила, нужно очень серьезно к этому подойти. Я проводила расследование среди 168 клиник лицензии нету, более половины клиник. Что меня еще расстраивает? Вот сейчас уколы стали делать в салонах, стали в парикмахерских делать. Девочки, какие-то медсестры, закончишься там ПТУ, дай бог, вообще без перчаток, без халатов, безо всего, какие-то шприцы, непонятно, что колят, что делают. А потом все возмущаются, а что мы кривые, а что мы косые, что у нас такие губы, такие то... Я вот не понимаю этих людей. Нужно это делать в клиниках, у профессиональных докторов, в стерильной кабинете. Я правильно говорю? Абсолютно. Не проблема вколоть ботокс. А вот если случается мгновенная какая-то аллергическая реакция, врач может, грамотный врач может с этим как-то побороться, спасти человека. Если это случается на цокольном монтаже парикмахерской в том доме, где вы живете, конечно, ваши родственники будут героями следующей аналогичной передачи. Чтобы этого не произошло, давайте так договоримся. Во-первых, если можно, прямо можете сейчас остаться, мы возьмем на контроль это дело и посмотрим, чтобы его возбудили, если есть основания. Это первое. Второе. Вот все сейчас говорили о общественной организации, которая этим занимается. Давайте работать, чтобы больше это не повторялось. Потому что смотрите, сколько вопросов. В конце концов, врач должен не допускать этого. И мы будем менять закон, конечно. Будем усиливать ответственность. В нашей программе порадовала история Людмилы Моисеевой, которая, может быть, не получила тех совершенных форм, которых она хотела, зато встретила человека, который любит ее, несмотря ни на что. Даже с такой ужасной вертой. Берегите себя и своих близких. На сегодня все. До свидания. В центре внимания мировой общественности вновь оказалась судьба трехлетней Элизы Исаевой Андре. Ее похитили средь бела дня на глазах у отца француза. Жан Мишель Андре подозревает, что это сделала его бывшая жена, россиянка Ирина Беленькая. Ровно полгода назад, 25 сентября 2008 года, Ирина Беленькая была в этой студии и взывала о помощи, когда ее ребенка украл отец француз. Совершенно понятно, что у человека маниакальная привязанность к ребенку, которая связана совсем не с любовью отца к ребенку, а совсем с другими чувствами. Вот так сейчас выглядит отец Лизы Жан Мишель Андре. Он утверждает, что избиение – это тоже дело рук его бывшей супруги Ирины Беленькой. Неизвестно, где сейчас находится трехлетняя Лиза Исаева Андре. Для поисков девочки вновь веден план «Перехват». На этот раз в международном масштабе с участием Интерпола. В нашем следующем эфире впервые Жан Мишель Андре спустя несколько дней после трагедии готов рассказать всю правду о Ирине Беленькой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова